Южный Урал провел заключительный матч домашней серии. Первый период в этом поединке целиком остался за хоккеистами Южного Урала, которые с первых минут матча ошеломили соперника плотными и быстрыми атаками, одна из которых завершилась заброшенной шайбой. Глеб Пивунов метко забросил в дальнюю девятку ворот Синягина, и Арчане повели в счете. 1-1. Металлург спасся только благодаря главному оружию – большинству, который меньше чем за минуту реализовал лучший бомбардир ВХЛ – Максим Китцин. 1-1. Второй период получился равным по борьбе, но с одним нюансом. Свой супермомент гости использовали, а вот южноуральцы нет. В итоге на второй перерыв команды ушли на счете 1-2 в пользу гостей. Увы, но в этой домашней серии вторые отрезки упорно не складываются в пользу Арчан. В третьем периоде южноуральцы снова упустили три контратаки гостей, и Металлург уверенно повел в счете 1-5. В концовке матча Арчане снова воспользовались большинством усилиями защитника Ивана Воробьева – 2-5. Но этот гол стал лишь слабым утешением для хозяев. Коллектив Виталий Казарин вновь уступил на своей площадке, взяв два очка из восьми возможных в этой домашней серии. Сожалею, что наши проиграли, надеялся на победу. Напряженное было на льду? Ну, первые два периода были крайне напряженные. Третий период подкачал нас. Ну, вообще, как в целом игра понравилась сегодня? Более-менее, да. Замечательная была игра, очень насыщенная, яркая. Спасибо. Плохая игра, очень плохая игра. Что было не так? Что прошло не так сегодня вообще? Почему проиграли? Ну, я думаю, тренировок не было. Ну, а так в основном на уровне ребята держались. По отношению к тому, что команда и выше занимает турнир, таблица. Ну, достойно вообще сыграли ребята. Но впечатления от игры остались хорошие. Ну, конечно, положительные. Видно, что ребята бились. В горло болезнь, накричали. Молодцы, молодцы. Ну, не хватало, не было чуть везения. Не везло, просто не везло, мне кажется.